Здравствуйте! Сегодня будем изготавливать крайне полезный, важный в хозяйстве инструмент. Я бы даже сказал станок, но правда слово станок немного в кавычках. Ладно, это такое. В качестве основы будет выступать статор от какого-то старого электродвигателя. Я заблаговременно не выбрасывал его, ибо знал, что что-нибудь-то из него я сделаю. И вот настал тот час, настала та минута. Вперед! Для начала необходимо удалить верхнюю пластину. В принципе, можно было бы ее ставить, но она изогнута, выровнять ее уже невозможно. Соответственно, удалим ее, поскольку нам необходима абсолютная плоскость. Борщ-машина, и срезаю верхнюю часть заклепок. Инструмент из будущего. И аккуратненько удаляем верхнюю пластину. В металлолом. Немного подровняю на наждачном папирусе. Древнегреченском. Достаточно. Это из очередного проекта, о котором вам еще знать рановато. Следующее, что нам необходимо предпринять, так это залудить вот этот вот паз. Конечно же, может быть, лучше всего использовать сварку. Но, во-первых, ее у меня нет. Во-вторых, в квартире работать сваркой навряд ли бы получилось. Ну, а в-третьих, честно признаться, я даже не знаю, получилось бы сварить, ну, приварить сюда какую-нибудь деталь. Если есть сварщики у меня, среди подписчиков обязательно напишите. Просто интересно. Далее потребуется вот такой 10-миллиметровый пруточек. Сталь 3 или тому подобное сыромятинка. Но в нашем случае этого вполне достаточно. Такой стали. Задача. Просверлить, нарезать резьбу М3. Просверлить, нарезать резьбу М6. Немного проточить. Почему очки не одела? Надо одевать очки защитные. Конструкция следующего вида. Ничего сложного, казалось бы. Кстати, для большей привлекательности эстетической нанес такое нечто вроде текстуры. Сделано это простой фрезой алмазной и бормашиной. Включаем. Все просто. Включаем и создаем некоторый рисунок. Вот такая штука получается. Нужно будет попробовать на клинке ножа как-нибудь сделать. Очень даже интересно. Это пока что в сторону. Дальше требуются вот такие вот штукенции. Это от какой-то кровати. Принес сосед, думал, медь, рады и такое тяжелое. А оно оказалось сталь. Просто медненная. Как раз для нашего случая то, что нужно. Немного подровняем и вырежем необходимые два отрезка. Вот такие детали. Также были подобраны болты М6. Вторая выглядит аналогичным образом. Пока что в сторону. Некоторое время назад один мой подписчик Андрей прислал мне вот такие вот болты. Это болты с шариком от амортизатора багажника. Автомобиль ногу. Вот они нам как раз сейчас и пригодятся. Более того, Андрюха прислал мне вот такой мечик и плашку. 1,4 дюйма. Редкость, редкость. Большое ему спасибо. Заходите к нему на канал. Ссылку я закину в описании. Но такое у нас в городе не купить. К сожалению, наш городишко в плане технических инструментов, таких достаточно редких, отсталый. Все приходится покупать в интернете. Ну, например, Ардуино у нас в городе не купить. Фиг, нигде нету такого. Даже от Мегу-8 не купишь. Не купишь и такие редкие мечики. Не, можно купить ржавый, убитый у дедов на базаре. Андрюха, в общем, спасибо большое. Что нам необходимо? Нам необходимо немного здесь обточить резьбу. До 6 миллиметров. Сверлю отверстие диаметром 2,5 миллиметра. Изначально сверлю центровочным сверлом. Если сверлить сразу сверлом, оно неизбежно будет уходить в сторону. И качественного отверстия не получится. А в этой связи, опять же повторяюсь, сначала центровочным, а затем уже просверлим простым сверлом. Привинчиваю посредством винта М3, вот такой клюв, к болту. Гайку и контргайку, чтобы не откручивалось. Второй клюв фиксирую винтом М2 с гайкой. Можно собирать. Это сюда. Это сюда. Ключом подтянем. Вот такое вот приспособление получилось. Все вращается, все поворачивается. Можно выставить как необходимо. Допустим, печатную плату надо там что-нибудь выпаять или припаять. Раз. Готово. Пожалуйста. Можно поровнее даже сделать. Раз. Два. Замечательно. Разумеется, можно использовать не только для пайки печатных плат. Можно для пайки чего-либо мелкого. Очень удобно. МРС вместе. Сфера использования не ограничена. Нужно будет заменить вот эти вот гайки на самоконтрящие. Ну, то есть гайки с фторопластовыми втулками. Очень удобная вещь. Фиг открутится. Хотя, я думаю, честно признался, что и это на века. Но в крайнем случае можно будет гровер прицепить. На этом все. Жму руку. Пишите свое мнение. Но посрану.